Это явление называют третьей бедой России. Речь о коррупции. Как обстоят дела в Чуваше и какими методами с ней собираются бороться в ближайшем будущем? Об этом сегодня шла речь на заседании Координационного Совета по противодействию коррупции. Тема коррупции актуальна и, наверное, еще долго будет актуальна. На это есть свои исторические причины в нашем обществе. С таких слов начал глава республики заседание Совета. Действительно, первые упоминания о коррупции на Руси относят еще к XIV веку. Сейчас век 21-й. С этим пагубным явлением в России, в частности, в Чувашии, борются. И, судя по цифрам, вполне удачно. Согласно исследованию, проведенному в прошлом году фондом «Общественное мнение», в Чувашии вошла тройка российских регионов с самым низким уровнем бытовой коррупции. Это хороший, серьезный показатель, потому что именно с бытовой коррупцией в первую очередь приходится сталкиваться нашим гражданам. В борьбе с коррупцией главное исключить соблазн, считают специалисты. При таком раскладе снизить до минимума контакт граждан с чиновниками то, что доктор прописал. Иными словами, будущее за электронными услугами. Но когда не получается предупреждать, приходится лечить. К уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений привлечены начальник управления ФМС России по Чувашской республике, начальник и заместитель ОВД по Баттерскому району. Примером успешного межведомственного взаимодействия является возбужденное уголовное дело в отношении главы Мариинско-Пасадского района Маисеева по факту получения взятки размера 4 миллионов рублей. В общем, в списке выявленных преступлений коррупционной направленности, а таковых за прошлый год набралось 559, 41 совершили должностные лица, которые занимали высокие посты. Ну а больше всего подвержены коррупции оказались сферы здравоохранения, социальных услуг и образования. На совещании отметили, особое внимание следует уделять антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов, которые регламентируют расходование бюджетных средств, распоряжение государственной и муниципальной собственностью и земельных правоотношений. Ну а участвовать в этом процессе должны не только правоохранительные органы, но и независимые эксперты и представители общественности. Ольга Пырочкина, Игорь Поручиков, Андрей Спиридонов, Республика.